У нас есть забавные вести из РПЦ. Вот я всегда подозревал, что Гуня атеист. Причем атеист такой махровый, моего типа, абсолютно. Махровый, подготовленный атеист, патриарх Кирилл Гундяев. Он это доказал. Вот никто не ждал, что он проколется, но он прокололся. Он поразительно атеистичен, произнося проповедь. Он сообщил о том, что каждого из людей ждет личный, персональный конец света. Ну, собственно, смерть человека. Но по догматике смерть христианина. Это начало света. Я не знаю, сколько у него по догматике было в семинарии, но явно не больше двух. И, вероятно, его за ухо ставили в угол. Но так и не научили, потому что это самое главное, самый, как бы, священный, радостный и торжественный для христианина момент, когда он там должен встретиться со своим башком. Переходит в лучшие из миров. Совершенно верно. А это выясняется вот по Гуне, по Гундяеву, это трагедия. Но вот всем этим людям, которые что-то, во что-то наряжаются, что-то декларируют, конечно, в основном кажется, что они верующие. Потому что, знаешь, есть такое понятие травмы несовместимой с жизнью. Нельзя, имея 500 осколков снаряда в печени, голове, в мозге, в сердце, выжить. И вот точно так же вера, она не выживает, когда подвергается серьезным поражениям от всей той сегодняшней информации, которой напоен сегодняшний воздух. Вот так, как верить, как верили там отцы пустынники и жены непорочные, нужно иметь мозг совершенно стерильный от какого бы то ни было интеллекта сегодня и представления о мире. Кстати, ушел со своего поста поп Смирнов, последний боевой поп, он скандалист был. С поста, с поста, с поста председателя комиссии, то есть его, грубо говоря... Но он там теперь будет надзирать, я так понимаю, приглашенная звезда. Нет, 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 это просто в качестве фигуры речи ему оставили. На самом деле он был вредный, он был злобный, но он не трус, не сволочь. И он был хорошим врагом, и мне жаль, что он лишается своих полномочий. И, насколько я знаю, он ушел очень благородно. Ушел потому, что он отказался участвовать в шельмовании того самого Схиегумена Сергия, который на сегодняшний день в силу абсолютной девственности своего мозга является тем самым православным. Настоящим верующим. Совершенно верно. Потом ты знаешь... Кстати, с ним тоже что? Вот как дальше? А пока я уже говорил, что все эти процессы для широкой публики, не посвященной в церковные дрязги, пока неинтересны. Зато нам предложили новую форму. Дизайн. Да, дизайн для полковых священников. Надо сказать, причем, понимаешь, в американской армии тоже есть капелланы. Но в американской армии, да, если к тебе подошел капеллан, и ты его послал, а он продолжает настаивать со своей религией, он через час будет в тюрьме. А в русской армии, если он вцепился в какую-нибудь мальчишку, и мальчишка его послал, то в тюрьме будет мальчишка. Конечно, там умилительные вот эти новые заказы, которые поступили на парчу, парчу, не просто какой-то материальчик, парчу цвета хаки. Ну, а если приедет архиерей, ему же надо будет тоже вести службу в тон, что называется. И введены в обиход зеленые свечки. Да, это меня прям покорило. А знаете, какой оттенок? Это были раньше такие солдатские сигареты Lucky Strike американские. Они потом уже поменяли зеленый окрас, у них только одно колечко осталось на пачке. Но это было хотя бы понятно, почему. Сами-то сигареты вроде бы загня. Если Кремль примет решение, например, признать существование кикимор и водяных, да, то, а почему бы, если они верят в какого-то бога, почему бы им не веровать заодно еще и в кикимор, примерно того же рода понятия, то эти свечи... Непонятно, чего защищает защитный цвет, если свеча должна гореть. Понимаешь, их можно переоборудовать в анальные для кикимор, и за это можно получить госпремию. И вот потом кикимор можно включить в Красную книгу и вообще лечить и объявить национальным достоянием.